МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этот день 15 декабря 1917 года в Севастополе восставшими матросами был расстрелян высшекомандный состав Черноморского флота. В этот день 1961 года свой смертный притвор услышал Адольф Эйхман, один из самых одиозных нацистских преступников. 15 декабря 1991 года умер Василий Зайцев, лучший снайпер Второй мировой войны. 15 декабря 2000 года последний, третий энергоблок Чернобыльской АЭС остановлен. Электростанция полностью прекратила свою работу. 15 декабря 1749 года был основан город Ростов-на-Дону. В Ростове-на-Дону есть места, которые были заселены еще 5000 лет назад, о чем свидетельствуют руины древних поселений. Но нынешняя история города началась во времена азовских походов Петра Великого, который обратил внимание на урочище с чистым источником по названию «Богатый колодец». Царь Петр планировал построить на территории города крепость, которая смогла бы защитить юг русской земли от набегов крымских татар и турок. Однако Пруцкий мирный договор между Россией и Турцией не дал этим планам осуществиться. К решению усвоения этих земель вернулась дочь императора Елизавета. И по ее указу от 15 декабря 1749 года на левом берегу реки Теремик, около развалин греческой крепости, был построен таможенный пост. Уже через год в этих окрестностях были построены пристань по гаусс для хранения грузов, карантин и помещение для служителей таможни. Так Теремницкий порт стал единственным южным портом России, через которое было возможно торговать с государствами, расположенными на Черном, Эгейском и Средиземном морях. В 1760-е годы руки строителей наконец добрались и до стен крепости. По указу императрии Циклина II, крепость получила имя святителя митрополита Ростовского Димитрия. Но в отличие от Ростова Великого, крепость была названа Ростов-на-Дону. С историей крепости связаны имена выдающихся русских военачальников. В 1768 году для руководства строительством Верфи сюда приезжал адмирал Синявин. Комендантом крепости чуть позже был полководец Сууров. Здесь начал военную службу адмирал Ушаков. В будущем канонизировано. В 1811 году Ростов получил герб, на котором изображена крепостная башня. Правда, примерно с того же времени главной в городе стала уже не крепость, а порт. Буквально за несколько десятилетий поселение в Устье Дона превратилось в экономический центр громадного региона. А к концу века его уже сравнивали с американскими Чикаго. В 1865 году в Ростове-на-Дону был построен первый водопровод. В 1886 появились первые телефоны. А в 1896 году улицы Ростова-на-Дону стали освещать электрическим освещением. А вскоре появился трамвай. Николай Врангель, отец знаменитого белого генерала, писал про город того времени. Он был после Одессы самым значительным городом юга России. В каком-то отношении более значительным, чем Петербург и Москва. В городе появились красивые улицы, проведены были водопровод и канализация, проложенные трамвайные линии. В Петербурге же, между тем, все еще ездили на страшных, как и за времен апокалипсиса, лошадях. И вместо гниющих хат с соломенными крышами стояли привлекательные в несколько этажей дворцы. После революции Дон стал центром белого движения. Сопротивление белогвардейцев было отчаянным, и только в январе 1920 года войска Первой Конной под руководством Буденного выбили белых из главного города Юга России. А к марту в регионе окончательно установилась советская власть. Но и тогда Ростов проявил свое неизгибаемое стремление к жизни. И его не раз сравнивали с Фениксом, восстающим из пепла. Немецкий вермахт брал его дважды. На Ростов наступали хорошо обученные и подготовленные войска. В том числе смертоносная дивизия СС Адольф Гитлер. Война и немецкая оккупация нанесли Ростову на Дону такой ущерб, что он попал в десятку городов, наиболее пострадавших от войны. Однако он очень быстро восстановился, возобновилось движение трамваев, а в 1947 году из восстановленных цехов знаменитого Рассельмаша вышли первые комбайны. В 70-е годы 20 века отмечены в истории Ростова массовым жилищным строительством. Открылось множество школ, техникумов и вузов. Сейчас Ростов на Дону по праву называют Жемчужиной Юга. Этот самобытный, интернациональный город-миллионник с уникальной архитектурой и приветливыми людьми. Такой молодой город и одновременно с такой богатой историей.